Приветствую вас, аноним, я думаю, что здесь на самом деле все достаточно просто. У вас есть выбор, есть решение, и есть ответственность, которую вы понесете за это решение. Сейчас, если вы выберете чувства, свои чувства, то вы все отмените и вернетесь в Украину. Соответственно, в Украине вас не устраивает, вы там не знаете с чего начать, ну и вообще для вас это шаг вперёд, ой, шаг назад тут. Вот. Ну, для кого-то это, наверное, плюс-плюс, если человек считает, что чувства важнее, к примеру. Если человек считает, что чувства это единственное, что важнее, то в таком случае, наверное, в общем-то, это нормально. Но если вы считаете, что важнее перспектива, если вы так считаете, то единственное нужно, исходя из перспективы, и дайте себе ответственность за эту самую перспективу. Да, терпеть характер мужчины, делать всё, как он хочет, чтобы иметь эту самую перспективу. И всё, если вам нужно решить это, что для вас важнее. Вот что для вас важнее, то вы и сделаете. Для кого-то важнее чувства, и он выберет разорвать брак, и, соответственно, вернуться на Украину, да, жить хуже, да, без перспектив, но, по крайней мере, свободнее в эмоциональном плане. Кто-то выберет перспективы и будет жить в эмоциональной несвободе, каждый решает сам для себя. И вам нужно решить тоже этот вопрос самостоятельно. И вы знаете этот ответ. Вы знаете ответ на этот вопрос. Вам нужно просто спросить себя, что для вас сложнее и честно себе на этот вопрос ответить. Другое дело, что мне показалось, что есть у вас такое, ну, не знаю, чувство вины, что ли, вот такое у меня ощущение сложилось, понимаете, вот такое у меня чувство появилось, да, что у вас есть чувство вины перед теми людьми, которые, значит, ну, направляются, вот, собственно, к вам назвать. То есть это и родственники с обеих сторон, возможно, это даже и сам муж, вот. То есть мне тут, в принципе, сложно, мне сложно здесь вам однозначно что-то сказать. Вот, ну, я думаю, думаю, что вот такая история, я думаю, я думаю, я думаю, что тут такой момент, вот. Вот, и вам, вам, вот с этим, ну, моментом, вам нужно для себя, наверное, понять, что вы будете делать. Вот. Вам нужно понять для себя, да, ну, чего вы хотите в этой ситуации. Вот, потому что, если вам мешает, например, чувство вины, да, если оно вам мешает, ну, действительно, мешает вам, что, ну, в таком случае можно, в принципе, помочь вам от этого чувства вины перед родными, да, можно избавиться, вот, можно освободиться и таким образом, соответственно, лучше, 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 ну, как-то вот лучше себя. Лучше себя прочувствовать, лучше себя, может быть, понять, вот, и, в принципе, вот, такая история. Я думаю, я думаю, я думаю, что вот так вам можно ответить в общей, ну, в общей, в общей сложности. Вот. То есть, если у вас есть вина, да, то от вины можно избавиться, от вины можно избавиться. Вот. Потому что вина вам, ну, объективная, объективная вина вам не считать, не считать вы не свободны. Вот. Значит, это то, что касается данного момента. Теперь. Значит, вы пишете, значит, так, значит, «понимаю, что мне с ним очень тяжело, если мы поженимся, при первой ссоре я захочу развестись». Смотрите. Ну, во-первых, если вам тяжело с мужчиной, то, когда вопрос, зачем вы с ним тогда, ну, вообще были? В общем, для чего? Для чего вы с ним тогда вообще, ну, в отношении, в отношении спутали, если вам с ним было тяжело? Вот. Это очень важная история, на мой взгляд, очень важный момент, на мой взгляд. И, в общем-то, тут нужно проследить то, как складывались ваши отношения с человеком, в принципе. Вот. То есть, если вы терпели раньше, почему, образно говоря, перестали хотеть, терпеть сейчас? То есть, что-то изменилось? Если что-то изменилось, то что именно изменилось? Это, на мой взгляд, важно. На мой взгляд, это важно понять. Вот. Ну, достаточно, достаточно важно этот момент понять. Вот. А, дальше. Начнем человек хороший, а меня никогда словом не обидел, любит меня, но я много терпел ее характер. Зачем? Да. Вы говорите про ссору. Да, вот вы говорите про ссору, про то, что вы ссоритесь, значит, с ним. Вот. Вот. И у меня есть вопрос. У меня есть вопрос. Значит, из-за чего возникают ссоры? Вот. Ну, в принципе. В принципе. Ваши. Вот. Именно ваши ссоры, из-за чего они возникают? Вообще. Вот. То есть, что их, значит, вызывает, какое вы, значит, участие принимаете сами в конфликте. Ну, в конфликте. Это важно. Но, на самом деле. Это очень важно. Вот. Соответственно. Такой момент. Вам нужно, вам желательно, вам желательно взять на себя ответственность за то того, что вы, как вы надеете, человек. Вот. Это очень важно. Очень важно. Потому что, ну, пока. Пока. А, просто получается вот так, что вы, ну, не имея ответственности, да, то есть, не отвечая за то, что вы делаете. А вы, ну, из-за этого тяготитесь? Или лучше сказать, вы этим тяготитесь? Вот. Такая вот история. Такой момент. Знаете? И мне кажется, что было бы здорово, было бы, правда, здорово со всем этим разобраться. вот. Знаете? Вот так вот я, в принципе, э, думаю, вам можно ответить, э, вот, ну, такую вам можно дать ответ, на ваш вопрос, который вы задаете. И я очень надеюсь, э, что, что для вас это было полезно. А, ну, так, дальше, надеюсь, придется часто под него подстраиваться. А как вас это задевает? Что вам придется под него подстраиваться? То есть, понимаете, у вас нет, э, достаточной мотивации, вот у вас нет, э, в полной мере, э, мотивации, э, ну, получается. У вас нет в полной мере мотивации. Для того, чтобы подстраиваться по человеку. Вот. Я, как бы, понимаю, я, как бы, понимаю, что у вас ее, в принципе, прибыться и не должно. Но! Мотивация. Вот. Ну, если нет, то будет сложно вам, значит, как минимум, будет сложно вам действительно себя ломать. и если в зависимости, вот именно в зависимости от ваших приоритетов, вы можете соорудить себе мотивацию. Вот. если, ну, если, если хочется, если захотите, конечно. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваши вопросы. То есть, сейчас, сейчас, я понимаю, что у вас сейчас, как вы говорите, нет времени, да, на разумье и прочее. Вот. вот. Сейчас вам нужно просто определить своим приоритетом, что для вас важно. Вот. И если для вас важно, что то, что я сказал, да, то есть, что то из того, что я сказал, ну, ладно. Соответственно, нужно просто сделать свой выбор в пользу этого. И всё. То есть, вот особо вариантов не основе ввиду, что у любого вашего решения просто будут последствия. Вот и всё. на этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, действительно помог. Я желаю вам всего самого доброго, лучшего. И если вам мой ответ понравился, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вот. Я вам желаю удачи, я вам желаю принять такое решение, которое вас устроило бы. Вот. Всего вам самого доброго. удачи. Удачи. Удачи.